Для того, чтобы вовремя посадить урожай и подкормить растения, пенсионерам приходится ездить на огород каждый день. До садовых участков бабушки и дедушки добираются в основном на автобусах. Только выйти на свои остановки рядом с огородом удается далеко не всем. На девятке ехала, да, и он меня провез. Ну, не только меня, нас, наверное, было человек семь точно. И прям почти вот туда на горе высадил. Садоводам приходится идти пешком вдоль дороги, преодолевая немаленькие расстояния. Это, несомненно, создает неудобства. Тем более, что среди пенсионеров-дачников есть инвалиды. Валентина Ивановна ездит на огород каждый день на девятнадцатом автобусе. По словам женщины, ситуация, когда водитель увозит ее от нужной остановки, повторялась уже не раз. За объяснениями пенсионеры обращались к диспетчеру Горавтотранса. Она сказала, там никогда не было остановки. Я говорю, мне уже 80 лет, я с 64-го года нахожусь на этой остановке, на этом участке. Здесь всегда была остановка. Садоводы рассказывают, что раньше на Березе была прикреплена табличка, знак автобусной остановки. Со временем и обозначений не осталось, и автобусы стали приезжать мимо. На некоторых остановках на пути в Балыково оборудованы подъезды. Остальным же садоводам приходится высаживаться на обочине. И это только в том случае, если водитель остановит. Пусть делают площадку нам здесь, хотя бы выходить. И знали они доску прибить, чтобы здесь остановка автобуса. Законно уже. По правилам, место, где автобус может остановиться и высадить пассажиров, должно быть специально оборудовано. Такие требования напрямую связаны с техникой безопасности. Она должна быть обозначена дорожным знаком, остановочный пункт. И сделан заездной карман, для того, чтобы он не перекрывал движение автобуса дороги. Для того, чтобы высадить пассажиров даже на необорудованной остановке, водитель должен получить специальный сигнал из салона. Или видеть, что люди встают со своих мест и подходят к выходу. Водители, скажем так, знают, что там есть остановка. И, по идее, они должны останавливаться. Но на свой страх и риск, опять же, мы останавливаемся. Если что-то случится, то не оборудована остановка, не обозначенная знаком, госавтоинспекции, проверяющие органы это не волнует. На пути в Балыково порядка семи остановок, и только часть из них оборудована по всем правилам. Для решения проблем садоводов стоит обращаться в департамент городского хозяйства. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.